19 марта 2022 года, Ши Ши Ман Бхактин Тавана Гасам Махарач, Даршин в комнате. Гурадев описывает причины прихода Господа читания по праву. Слышно? Кришна всегда видит Шимати Радику. Всегда новым и новым способом. Ши Радхай Принай Махимакуды объясняет эту штуку. Вот так есть. То есть между Радикой и Кришной проходит это соревнование. В этом мире люди хотят показывать прекрасные, видеть прекрасные формы. И когда Кришна видит красоту Шимати Радики, то она увеличивает Свою красоту все больше и больше. И чем больше, Кришна увеличивает Свою красоту и слабость. Красота Шимати Радики, видя счастье, Кришна увеличивается больше, потом красота Кришна увеличивается. То есть такое ощущение, как будто уже нет больше места даже для увеличения. Это называется Деруда Баш и Аммакат. Таков парадокс. Потому что когда место больше растет, оно все-таки растет. Потому что Шимати Радика, то есть такое ощущение, как будто оно должно расти больше, но уже как будто нет больше места. То есть, что рассматриваются в пани, то есть, если ты один один раз получил, то что случилось? То есть? Я убираюсь, что это нелавинство, это только нас весれた в Пани. а 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 вы водой то есть вода она всегда на 2 уровне например не бывает так что в озере какая то часть и Ну, не слышно, когда какая-то, не бывает так, что в озере какая-то часть выше, другая ниже. Если красота шамотерадики увеличивается так сильно, что уже нету места увеличиваться, но все равно он увеличивается еще больше. Нет места расти, но она все равно растет еще больше и больше. Как такое возможно? Такое ощущение, как будто нет больше места расти, но все равно он растет. Вот он называется Вруда Баши Аланкара. Таков парадокс, и это происходит с Шамотерадикой. Это описывается в отношении Крады Датвы. Шамотерадика, она обладает тремя парадоксами. Вруда Баши Аланкара. То есть, когда есть возможность, мы обсуждаем это. Такая удивительная катха. Пранай, это когда возлюбленные и возлюбленные как бы связаны любовью друг друга. И что происходит? Они видят друг друга всегда в вечно новом, прекрасном облике. Это называется Набана Вайаман Руп. То есть, когда они видят друг друга, возлюбленных, всегда, вечно свежем, прекрасном облике. Парасправленные с Набана Вандана. То есть, они полностью связаны друг с другом в любовь и привязанности. И поэтому они никогда не различаются. То есть, когда есть встречи, то не бывают разлуки. То есть, они не могут разлучиться. После того, как сита была похищена, Ханмон отправился на ланку. Он отправился к сите и все рассказал. Равана похитил ситу и отнес ее на ланку. После этого Рамачандра привел армию обезьян, построил мост. Кто может пересечь океан? Кто бы туда отправился? Вы знаете, на ланке очень много ланка находится на огромном расстоянии от континента. Она как остров. И Ханмон прыгнул. И он встретился с ситой. В этот момент, Бхагавана Рамачандра спросил. Там идет описание про... Они связаны с другом любовью и привязанностью. Они никогда не разлучаются. Что я сказал? Ядья Кабу, Кабу Нагим. То есть, после того, как возлюбни встретились, они не могут быть разлучены. Разлучены по Распарану, с Неха Анубанданом. Они полностью связаны друг с другом и своей любовью и привязанностью. Когда такое происходит, они никогда не могут разлучиться. Ну, представьте, как будто они разлучатся, то они не смогут выжить. Они должны будут оставить свои тела. И в этом контексте этой истории, что произошло? Рама спросил. Что он спросил у кого? У Ханумана? Какой вопрос? Хануман, честно, скажи мне, ты прибыл с новостями о моей возлюбленной сети. А ты, когда ее увидел? Ты видел ее, но она была жива или мертва? Потому что, вы помните, Хануман привез это послание Раме. У Сиды было кольцо от Рамы. И Сиды отдала это кольцо, которое Хануман потом показал Рамам Чандре. О, я видел Сиду. Рамам, когда возлюбленные встречаются вместе, это происходит не из-за вожделения, а из-за любви. И если вы встречаетесь из-за вожделения, тогда личности, кто встречаются, они будут разлучены. Но когда они встречаются с любви, они никогда не разлучаются. Пряма не ищут собственного счастья. Любовь всегда ищет, чтобы возлюбленный был счастлив. Это разница между вожделением и премой. Вожделение это нечто временное, а према вечное и трансцендентное. Вожделение это нечто отвратительное, а према нет. Пряма очень простая и прекрасная. И Рама спросил Ханумана, ты видел мою супругу, но она была жива или мертва? И Хануман спросил Раму, почему ты спрашиваешь об этом? Мне же уже сказал, что я виделся с Ситой. Существует множество видов встречи. И Мачандра спросил, ты действительно ее видел живой? Ты разговаривал с ней? То есть там Мачандра, он все спрашивал об этом. Хануман говорит, ну почему ты так говоришь? И Бхагаван Рамачандра сказал, према, это нечто такое. Если ты хотя бы раз связываешься с любимым, то ты не можешь разлучиться. А если ты разлучаешься, то ты умираешь. Такова природа према. Вы не можете разлучиться. И господь Рамачандра перевел так прекрасный пример. Как мой отец, Дашрат Махарадж, он так сильно меня любил, навладал в отцале премии, родительской любовью по отношению ко мне. Но когда я ставил о Йодхе, чтобы исполнить наставление, слово моего отца, мой отец не мог выжить в разлуке со мной. И увидев Дашрат Махараджа, А, и Дашрат Махарадж с возгласами Харам, Харам оставил тело. Это не единственный пример. Множество примеров. Вы знаете историю также о Шраванакумаре. Он был богаманом. Понимаете? Шраванакумар отправился набрать воды чтобы напоить своих слепых отца и мать. И в это время Дашрат Махарадж выпустил Шабдаведим Бан, то есть стрелу, он пустил стрелу на звук. И эта стрела поразила Шраванакумара и тот оставил свое тело. И затем Дашрат Махарадж привел мертвое тело Шраванакумара его родителям. И родители Шраванакумара также оставили свои тела. Почувствуют нестепимую разлупу со своим сыном. То есть это не только к Богавану относится. То есть, что вы умираете, чувствуя разлуху. Это не только относится к Богавану. То есть, пример, со Шраванакумаром. То есть, если у вас есть истинная любовь, вы не можете вышить в разлуке. Не можете стерпеть этой разлуке. Это когда мой отец оставил тело чувствую разлуку. То есть, Дашрат Махарадж. Но Матхурия Прима она даже выше, чем Матхурия Прима. Сейчас так ведь это описывается. Итак, Сита, у меня столько любви ко мне. Какой любви? Настроение. Любви возлюбленных. Настроение возлюбленных. Поэтому как же Сита может смогла выжить без меня. Кто-то спрашивает, Багладармачандра, спрашивает у Ханумана этот вопрос. А ты действительно увидел мою супругу живой? любви. Но если она жива, то я не пойму, как же тогда действует любовь, как же между нами была любовь. То есть, раз она выжила, и Хануман дал прекраснейший ответ. Рамайна дает такие прекрасные ответы. Хануман это необычная личность. необычная необычная а без ничего мудрая в нашем мудрая Ханман сказал Раме, Сита уже вот-вот должна была умереть. Когда Рабана похитил Ситу, еще даже не достигнув Ашока Батику, то есть она вот-вот должна была умереть, но она не оставляла тело. Почему? Кто седас говорит в этом стихе? Кто седас говорит? Седас говорит, что с двумя стороны были два секретаря. Какие? Два секретаря. Итак, там было... Перед, как бы на выходе, когда жизненный воздух должен был оставить тело Ситы, на этом выходе стояли два привратника, и это два слога имени Рамы, Ра и Ма. И поэтому Сита не смогла оставить своего тела. Сита всегда повторяет твое имя, так Ханман говорит. И Сита всегда думает только лишь о тебе, ни о ком другом. Ниджопада Лочина. Ниджопада Лочина. О Прабу, ее глаза всегда сфокусированы на твоих лотосных стопах. Раха сфокусированы на твоих лотосных стопах. то есть как как это называется шлагбаум итак где медитация ее глаза мы обращены только лишь к твоим лотосным стопам то есть что значит пранай пранай махима кришна хотел постичь славу любви в Шимати Радике в Шимати Радике столько любви ко мне я не знаю что это за любовь такая джанчи это означает замок там также есть замок то есть засов и замок замок закрытый то есть там есть два привратника засов и замок поэтому жизнь ситы не может оставить ее тело то есть в начале стоят два привратника то есть засов это то что стация ситы она постоянно погружена итак два привратника и также медитация она всегда обращена на раму она всегда сфокусирована ее глаза всегда смотрят на стопы бхагавана рамы поэтому нет выхода для ее жизненного воздуха то есть она не может умереть то есть возлюбленные значит пранай это когда возлюбленные не могут выжить друг без друга то есть тот кто когда-то был соединен вместе он никогда не сможет разлучиться кришна говорит я никогда не становлюсь настолько безумным кто такая девиамадина кто сходит с ума от любви это щамати радика видя темную тучу щамати радика думает что это я говорит кришна и она бежит за ним чтобы обнять и так же она бежит дерево тамала чтобы он обнять его и кришна думает у меня никогда нет такого в моем сердце то есть кришна видя дерево кадамба он никогда не думает что это щамати радика и не хочет обнять ее и будет надо я и а а и 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 Смати Радика, Он всегда прославляет Кришна. Кришна думает, я так никогда не делаю. И прямо настолько... Смати Радика, Он всегда прославляет Кришна. Смати Радика, Он всегда прославляет Кришна, Он всегда прославляет Кришна, Он всегда прославляет Кришна. Смати Радика, Он всегда прославляет Кришна, Он всегда прославляет Кришна. Когда снимает этот покров, видит, что у нее там зубов... Зубов нет, в общем... Щеки в пазу... Чем больше вы видите его, вы всегда видите его... Постоянно по-новому. То есть он видит более прекрасным, более свежим. Итак, что значит праная? Это то, что я пытаюсь объяснить. Что такое праная? Скажите мне... Когда возлюбленные герои-героини, они связаны веровкой любви прямо с утра, тогда они никогда не будут разлучены. Если они разлучаются, то могут жить друг без друга. Это первое. А второе... Красота и сладость Кришны... Такое удивительное... Ну... Красота Радарани... То есть уже... Она необычайно красивая. То есть... Когда уже нет места для того, чтобы... Как бы еще... Красота увеличивается все равно, она увеличивается все больше и больше. У Радарани столько глубокой любви. Когда кто-то страдает в разлуке, или стремится к чему-то. Например, когда человек голоден, или хочет пить, он жаждет этого. Или наоборот, если у человека желудок не работает, он совсем немножко поесть. Но во время праная, человек он всегда жаждет все больше. Он никогда не удовлетворен. Это называется Даршина, Атриптата. Он никогда не удовлетворен. Он всегда хочет видеть Господа все больше и больше и больше. И Кришна с Карачкой с вами описывает это. Какова его красота? Кришна хотел узнать, после того, как Радарани вкушает мою красоту и мою сладость, что же она чувствует? И Кришна принял свое тело и настроение Шимати Радики и проявился здесь, в Шринаваде Падхаме. Кришна – это все, что я буду снижать, и проявился, когда он не вкушает мою красоту. Кришна – это радио. Это Кшимати Радик обладает Пранай. Я уже сказал две вещи о Пранайе. Скажите, что я сказал? То есть, когда возлюбленные связаны друг с другом, то есть, они связаны очень крепко друг с другом, с Нехой, в эпохе этой эпохи привязанности. И второе, это Дарсана Атриптата. Дарсана значит видеть Атриптата. Он преданно не получает удовлетворения. В этом мире есть три времени. Прошлое, настоящее и будущее. Настоящее, прошлое и будущее. Но в духовном мире существует только еще одно время. Какое время? Нихте Бартаман Калм. Нихте Бартаман Калм. Что я сказал? Вечное, настоящее. Нихте Бартаман Калм. То есть, когда мы что-то говорим, то стрелки часов уже переходят в новое время. То есть, когда слова исходят из наших уст, тут же они уходят в прошлое. В реальности Господа. Ты слышишь? То есть, в духовном мире существует вечное настоящее. Нихте Бартаман Калм. Но это другой парадокс, парадокс Верудобасы. То, что в начале было сказано, что там существует вечное настоящее. Когда мы видим что-то, то тут же оно уходит в прошлое. Поэтому как же нужно понять это вечное настоящее. Это парадокс Верудобасы. И третье. Кришна всегда думает. В чем заключается Моя красота, Моя сладость, которую постоянно вкушает Чимати Радика? Что же это? Кришна думает. Я Вишай Виграха. Какая Виграха? Я объект любви. А Шимати Радика это прибежище любви. Ашрая Виграха. Я хочу вкусить настроение Шимати Радики в Алламатхоре. Сухая логика. Шушка-тарка. Сухая логика. Шушка-тарка. Шушка-тарка. Один Брахмон говорил. почему ты чистишь свои зубы повернувшись на восток на восток ты должен чистить зубы повернувшись на север то есть когда массируют массаж делают тоже нужно в какую сторону быть повертым этого это ачаре он поражался что за глупые разговоры бессмысленные они не права на и в то время уже не принесли не произносили физические мантры этого это чара подумал я махавишна и я также садашива поэтому я уничтожу всю эту вселенную я убью всех и тогда с небес раздался небесный глаз адват ачария имей терпение потому что твой господь очень скоро проявится здесь и он все со всем разберется и так раздался этот небесный голос тогда твой это ачария подумал хорошо тогда твой это ачария набрал воды из ганги и взбрызнул себе на голову и стал молиться господу и он принял обед прабу ты очень быстро должен проявиться и явиться в этом мире если кто-то предлагает воду и вести киту и все господу и так что в это чария стал поклоняться господу и также раздался небесный голос и сказал что очень скоро твой прабу проявится в этом мире и он стал звать если грехи преданной зовет у господа то бхагаван сам должен будет прийти он будет обязан это сделать он не может избежать этого и вторая причина явление махапрабху это аббаган зов адвайта ачария холинова адвайта ачария why this reason is like main reason yes 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 why yeah why not ну ну радая праная махимая потому что он у там бхагавата и он зовет если там бхагават зовет вас вы должны оставить это место например гурдев зовет ученика приди сюда что сделать ученик нет 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 гурдев этот на хрикатхея не могу гурдев тоже сказал слушать харикатхо нет если гурдев вам идет куда-то отправить он зовет вас то долг ученика все оставить и прийти иначе это будет оскорблением непочтение гуру вы понимаете это так зов адвайта ачария то есть адвайта ачария он позвал господа вы видели на изображении адвайта ачария с воздетыми верх руками молятся и там сверху изображение рады кришна и кришна подумал какова моя сладость моя красота которая вкушает если она периодика чтобы вкусить настроение должен может вы тут не хотите заедет Итак, Он должен прийти в Своем собственном облике в облике Кришны, Кришна приходит, Он хочет вхудшать Мою сладость, Мои настроения, и тело Кришны не сможет выдержать Моих настроений. Так вначале сказал Кришна Сварупи, облики Кришны, и Он приходит в Своем собственном облике, в Своей форме, в форме Кришны, и в этот момент Шимати Радика подумала, она решила, чтобы вкусить Мои настроения, тело Кришны не сможет вытерпеть этого, потому что према восходит до таких уровней. Если Вы возьмете огонь со всей Вселенной и поместите с одной стороны и весь голос всей Вселенной и смешаете вместе, это чувство, которое дает према. И према горячая или холодная, понимаете? Санаджи Бхагасвами приводит этот пример. То есть, когда Вы плачете, Ваши слезы горячие или холодные? Некоторые говорят горячие, некоторые говорят холодные, некоторые говорят, что слезы холодные, некоторые говорят, что они теплые, горячие. То есть, слезы любви холодные, но если Вы плачете о чем-нибудь другом, но не о любви, то слезы горячие. Итак, когда Кришна, то есть, Кришна пришел с Галакавриндавана, почему? Потому что Двадачаря позвал Его. И также, в то же время, Кришна, Он хотел кушать преимуще материатики. И Кришна, Он пришел один, с Галакавриндавана, чтобы проявиться в этом материальном мире. Кришна пришел, и в эту милицию материатика подумала, «О, мой возлюбленный Кришна хочет кушать Мое Божественное, Трансцендентное настроение». На самом деле, Кришна, Он не может вкушать эти трансценденты настроения. И другой момент, когда према входит в сердце, то есть, тело Кришны не сможет вытерпеть этого и прочувствовать все, прочувствовать все любовь. И поэтому Шимати Радика покрыла полностью все тело Кришны. И поэтому, говорится, Бахир Антар Кришна, внутри Он Кришна, а Бахир снаружи Он Гоура, золотой. Цвет, это на самом деле Шимати Радика. Радика Радика сказал, «Праву, у меня есть некоторое сомнение, до этого я тебя увидел как Саньясти. Потом, через некоторое время, я увидел, я получил даршин вас обоих, Рады Кришны». Понимаете? Когда Кришна не сходит, откуда? С Нития Галакавриндаваны, из вечного духовного мира, в этот мир. Он вот-вот уже должен был прийти, Он уже не сходил, Он уже был на пути. И Кришна подумал, о чем? Кришна сказал, «Я Вишай Виграха, объект любви». А Шимати Радика – это прибежище Божественной любви. А Шимати Радика – это прибежище Божественной любви. А Шрая Виграха. И Кришна сможет полностью вкусить все мои настроения, думал Шимати Радика. Шимати Радика, чувствуя трансветное безумие, разлуки, она чувствуется только боли в своем теле. Вы понимаете ли я? На самом деле, все, что делает Рад Раде, все это предназначено для счастья Кришны. Поэтому Шимати Радика полностью покрывает тело Кришны. Махапрабху сказал Рарма Нанди, «Алик золотой цвет, на самом деле Шимати Радика, и Шимати Радика не касается никого помимо Кришны». Махапрабху сказал Рарма Нанди, «На самом деле, мой цвет тела черный, Кришна Варна, но вот этот вот золотой цвет, это означает, что Шимати Радика полностью покрыл мое тело». Сам Махапрабху сказал об этом Рарма Нанди, «Это другой вид парадокса» Вирода Паша Аланкар. Как Шимати Радика полностью покрывает тело Кришны, как? Это работа йога Майю, ничто иное. Как Шимати Радика думала? Хорошо, я вижу красоту и сладость Кришны, я вкушаю это. Но как же Кришне вкусить красоту и сладость Его самого? Это невозможно. Поэтому внутри Он Кришна, а снаружи Он Гора Шимати Радика. Внутри Махапрабху это Кришна, но внешне Он Гора, то есть это Сама Шимати Радика. И в этом кроется прекрасная концепция. Нет разницы между Намой и нами, именем Господа и Господом Смим. Также нет разницы между Де Гадеги, то есть Он Экатма. Шимати Радика и Кришна едины, но только лишь для того, чтобы являть лилы. Они проявляются в двух обликах. Итак, Кришна, Он вот-вот должен был не зайти, чтобы вкушать на стороне Шимати Радики. И тогда Шимати Радика Сама покрывает тело Кришны. И Махапрабху сам сказал об этом. Есть доказательства этого. И второстепенная причина прихода Махапрабху, а вторая основная причина – это Зоб, она Двайта Ачария. Люди не следовали в виде Маргу правым предписанием Священных Писаний. Брамманы перестали повторять свои мантры. Они не изучали Писания, не читали беды. Они отправлялись на Ганго и, встречаясь друг с другом, начинали спорить о совершенно глупых вещах. Это описывается в Читании Чиритамрити. Как, например, один браман чистил свои зубы, а другой подошел к браману и сказал, «Ой, ты глупец! Это же Восток! Ты что, не видишь, что там солнце восходит?» В шастрах говорится, «Ни в коем случае нельзя очистить зубы, повернувшись на Восток!» Ну, другой вопрос, в каких таких шастрах это описывается? И они начинают спорить. Они начинают бить друг друга, извиняюсь. А когда Чирил видел это, он подумал, богатые люди, что они делали здесь со своими деньгами? Тратили их попусту? Как? Устраивали свадьбы собак и кошек. То есть, они не использовали свои деньги для служения святым. Они пили алкоголь, занимались всякими дурными вещами. И тогда Двайта Ачарья позвал Бхагавана. И так, две эти причины являются основными причиной, почему Кришна пришел, как Махапрабху. И Кришна размышлял. Матератика настолько привлекается, видя меня. И какое же счастье она испытывает, видя меня. Иногда мы чувствуем огромное счастье, когда видим что-то. Иногда радуемся, когда что-то кушаем. Например, раз агола, вы чувствуете счастье, когда вы кушаете это. То есть, когда вы смотрите на цветок, вы чувствуете также счастье. Или когда вы кушаете фрукты, тоже вы чувствуете счастье. То есть, от некоторых вещей вы чувствуете счастье, когда их принимаете внутренне, когда вы на них смотрите. Итак, то есть, вот когда Гопи, они смотрят на меня и кушают на красоту. Гопи испытывают Наяна Уцева. То есть, фестиваль взглядов. Гопи, они настолько счастливы, просто смотря на Кришну, когда они видят, как Он отправляется на пастбище. Кришна отправляется на пастбище со своими саками, друзьями. И Гопи так решают, чтобы увидеть Кришну. Все они, на самом деле, в этот момент все в Раджаваси выходят из своих домов и не смотрят на Кришну. И они пытаются смотреть, не моргая. То есть, вот-вот смотрят, не отрывая глаз, пока Он не удалится. И Кришна думает, какие настроения не находятся в моем сердце, потому что Шамати Радхака, она выше мне. И тот же Кришна затем размышляет. Как же мне почувствовать это счастье, которое испытывает Шамати Радхака? Как мне почувствовать то же самое? Итак, Шамати Радхака, она чувствует столько счастья, просто видя Кришну. И это счастье полностью перечеркивает счастье безличного Брамана. Если на одну чашу весов поместить всю красоту Вайкунхи, Айодхи, Двараки, даже Галуки Бриндавана, а на другую сторону весов поместить красоту Шамати Радхаку, то красота Шамати Радхака перевесит. И Кришна думает, что это за красота и качество Шамати Радхака, чем она обладает, потому что даже мой ум настолько привлечен ею. И четвертое установление юга-дхармы. Также даже помните об этом. Четвертая причина юга-дхармы, установление юга-дхармы. Время от времени демоны приходят и уничтожают Варнаши Радхаку. И в этот момент сам Господь для того, чтобы уничтожить демонов и установить Варнаши Радхаку, Бхагаван проявляется в этом мире. Кришна испытывал эту жажду в своем сердце, это стремление. И он хотел увидеть собственную красоту и сладость. Он жаждал этого. Происходит ли такое у вас? Кто хочет увидеть свою красоту и свою сладость? Возможно, вы видите красоту других и сладость других, но не собственную. И Кришна хотел понять, какова же Его собственная красота. Нараса Стали. Когда Кришна проявил свою красоту Нараса Лили, то Шматератика на два пальца была более прекрасной. и привлекательной, чем Кришна в ходе Раса Лили. Поэтому происходило состязание в красоте и качествах Кришны и Шматератика. Кто проявит большую красоту и большую сладость, Радхарани и Кришна состязались таким образом. И как я говорил о том, когда демоны уничтожают Варнаши Мадхарму, то своим боговам, для того, чтобы установить Варнаши Мадхарму, проявляется в этом мире со своими спутниками. Паритраная Саддана, то есть век за веком Господь приходит со своими спутниками в этот материальный мир. Итак, есть две основные причины и две второстепенные причины пришествия Господа Читами Махапрабо. Помните первые две? Скажите мне основную причину. То есть основные причины это шлока. Первая, да? То есть первая основная причина описывается в этом стихе. И она делится как бы на три жажды Господа. Кришна хотел постичь славу любящей Матирадике. Какова красота и сладость, которую видит Матирадика в Кришне. И третья. Какое чувство, какое счастье она испытывает при этом. И вторая основная причина это зов Адвайта Ачари. Итак, долг Махавишну это творение, а Саддашиба уничтожает. И Адвайта Ачари подумал, я сотворил здесь все и могу уничтожить. Потому что никто не следует Юга Дхарме, никто не воспевает цвета имена, поэтому я уничтожу весь мир. И тогда раздался небесный глаз, который сказал, Адвайта Ачари, потерпи. Потому что очень скоро Господь справится в этом мире. И тогда Адвайта Ачари стал очень терпеливым и начал свою медитацию. Итак, зов Адвайта Ачари – это вторая основная причина прихода Господа Читания Махапрабана. Итак, внешняя причина Нама Пряма Пряма Пряча – это второстепенная причина установления Юга Дхармы. На самом деле, чтобы установить Юга Дхарму и установить воспривание святых имен, это не долг Юга Аватары, не Верховного Господа, но долг Кришны каков? Читание, как доноровать ядуху. Просто являть любовной велосой Гопи, только но — одна его обязанность. Парадхиндаринанданшимасандр у него есть только лишь одна обязанность являть Прямавеласму, любовной велосой Гопи. А установление йога дхармы и прочего это долг йога аватар, например, творение. Например, творение происходит с помощью Брахмы, с помощью Вишны, то есть Господь Вишна всех поддерживает и Вишну также. Когда джимы ведут себя неправильно, то Господь Вишна их наказывает. Это как в этой чаре думал, я творец, я также тот, кто уничтожает, разрушитель. И в этот момент раздался небесный глаз в этой чаре, потерпи, очень скоро твой Прабу проявится в этом мире. И он установит Варднаши Мадхарму. Тогда двадачарья стал подносить воду ганги и листики туласи Господу. И поэтому очень скоро Кресна, Свямбхагаван, проявился из лона Сачиматы в облике Гауранги. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Есть две причины, почему Маха-Пробу пришел. Кришна пришел как Махапрабху. Две основные и две второстепенные. Так, первая, основная, широтая праная Махма, которая делится на три и в этой шлоке объясняется. То есть какие чувства в сердце Шаматирадзе? Что он испытывает? Итак, вы кушаете Расакбула, а тут он на вас смотрит, а он жаждет постичь. Что же вы чувствуете? То есть человек на вас смотрит, ему очень интересно, очень хочется почувствовать этот куш. А второстепенные причины? Нама Пряма Прачар. Зов. Юга Дхарма Стапан. Пряма Прачар. Это не долг Кришна. Это долг Юга Аватары. В каждую Югу приходят Юга Аватары. Это не долг Кришны. Долг Кришны только лишь отдельно. Какой? Являть Пряма Вилас. Любовные игры с Гопи. Вы знаете, что Кришна это Дирлалита Найка? Он герой. И он ни о чем не беспокоится. Нужно спросить, кто такой Дирлалита Найка? Вы знаете? Пряма говорит, у него четыре качества. Какие? Какие качества? Первое. Прияси Васи Буд. Он управляет, он находится под управлением своей возлюбленной Нищинтата. Он лишен каких-либо беспокойств. Парихас Пату. Он очень искусен в шутках. И также он Нитя Навайонман. У него вечно новый прекрасный облик. То есть вот Кришна Враджанатна приходит. Он приходит только лишь для того, чтобы вкусить расу в Шиматираддике. Он приходит вкусить суть любви. Пряма Раст Нирджас. Когда Кришна пришел, то все аватары пришли и они находились внутри него. Все аватары присутствуют также в нем. Чтобы убивать демонов, совершил грешный. Долг Враджандра Надана Шимасудара не убивать демонов. Это чей долг? Долг Юга Аватары. Ну потому что Кришна приходит, они прикасаны. И проповедь Нама Брема, то есть распространение святого имени, это долг Юга Аватары. Но когда Кришна приходит, то все аватары уже заключены в нем. Поэтому внешне кажется, что именно Кришна этим занимается. Например, убийство демонов. Враджандра Надана Шимасудар, его долгом не является убивать демонов. Нам Прям Прям Прячар. Чтобы пытать святого имя, это тоже не долг Враджандра Надана Шимасудара. Это долг Юга Аватары. Потому что каждый Аватара, он заведует определенным спортаментом. У него есть определенный долг, задача. Но Кришна, он только лишь наслаждается с гопием. Многие говорят, Анарпита Чиримчират, это шлока, которая раскрывает основную причину того, что пришел Махапрабху. Ну, на самом деле, это не основная, там описывается второстепенная причина. Враджандра Надана Шимасудар. Враджандра Надана Шимасудар. Враджандра Надана Шимасудар. И, впустив Уннуто Уджвала расу, Махапрабху раздает немножко этой расы дживам. Он сам вкушает и так же. Делал так, что другие вкушают ее так же. Враджандра Надана Шимасудар. Здесь Шанарупа Гасвани говорит, пусть сочинамена гора хари Махапрабху проявится в сердце каждого, и слово ВАСПУРАТУВА означает в сердце каждого, в твоем сердце, в моем сердце, на самом деле он не говорит о себе, пусть Махапрабху проявится в сердце каждого А другие причины? Четыре я уже описала, чтобы убивать демонов, это тоже все второстепенно В особенности Бхагаван проявляется в этом мире, чтобы править милость на своих преданных Когда Бхагаван приходит из духовного мира в этот мир, он это делает для того, чтобы править милость Кому? Преданным, которые испытывают столько разлуки, столько преданных, испытывают столько разлуки, жажды, чтобы убить Узреть Крашну, и чтобы даровать им даршин, своим Бхагаван милостиво проявляется из духовного мира, в этом материальном мире И пример? В особенности в Рамовиле это очень часто происходит Сколько преданных, жаждало увидеть Раму, например, в Шабаре Ее Гурадев сказал ей, однажды Шри Рам придет сюда Посмотрите, сколько веры у нее было в слова ее Гуру Держите в сердце слова своего Гуру и не думайте ни о чем другом И с того дня в Шабаре она стала создавать прекрасные цветы Стала украшать путь к ее хижине, подобно к Кавру И она думала, Рамачандра придет, и я хочу, чтобы он наступал на мягких розыгроз цветов Поэтому каждый день она устилала дорогу этими нежными цветами После того, как Рама похитил Ситу, Рама пришел в Ашрам Шабаре Он пришел, то есть это преданное, которое очень жаждало увидеть Господа Итак, две важные вещи на пути Бхакти утканта, жажда и овеш Погружение То есть погружение Это овеша А утканта Это жажда Что же это? На самом деле Вы не можете выжить без этого То есть Канта означает горло То есть ученик Ученик Спросил Гуру Гурадев В реалии Бхакти Две вещи очень важны Погружение и жажда Ну ладно, погружение мы можем понять А что же такое утканта? Ученик Спросил об этом Гуру Гурадев, пожалуйста, приведи пример А Гурадев сказал Ты знаешь, мы не можем выжить без кислорода Уже 9.30, все готово Ну ладно, еще две минуты Гуру Гуру сказал Хорошо, завтра идите за мной на обмывение На следующий день Ученик Ануваса рядом с Гуру И он только нырнул Как Гуру схватил его за голову И опустил под воду И через некоторое время Гуру позволил ему выбраться из воды И ученик сказал Жажда стремления к чему-либо То есть, когда он избавится только лишь это единственное желание Присти Господа Почему Кришна стоит на алтаре? Он не сидит Он стоит? Вы сейчас сидите Но так уже в храме Стоит Почему Кришна стоит? Если преданный Хочет увидеть меня То я не заставлю себя ждать Я побегу и дару ему свой даршин То есть, когда преданный Он не может жить без Господа Так же, как мы Когда мы не можем жить без кислорода Мы не можем жить без воды Таким же образом Таким же образом Мы получим даршин Господа Когда у нас будет только лишь это Сильнейшее желание Стремление увидеть его Лилах Махапрабху Также, видимо, это Я здесь сижу и жду вас Там все уже готово снаружи А что готово? А что готово? А что готово? А что готово? Это сюрприз А? А что готово?